Персики и абрикосы, выращенные в югорских садах, которые легко переносят даже 50-градусные морозы. Это не фантазия безумных ботаников, а уже несколько лет как существующая реальность. В Ханты-Мансийске эти фрукты отлично прижились и дают хозяину сочные, ароматные плоды, ничуть не уступающие своим южным собратьям. Причем автор этого югорского чуда готов поделиться своим секретом со всеми желающими. Они у меня без укрытия, без ничего зимуют. Вот как есть, так и есть. Абрикос Мороза не боится. Подобное утверждение Александр Кандауров делает с полным правом. Последние пять лет он активно занимается выращиванием на своем участке различных традиционно южных культур. Начинал с винограда, а теперь у него растут персики, абрикосы, дыни, орехи, черешня и даже редкая южная ягода – шелковица. Не говоря о привычных яблоках, грушах и различных овощах. При этом те же абрикосы Александр не просто выращивает, а пытается максимально адаптировать к местному климату. Я вот взвешивал на весах. Этот весит примерно 12-15 грамм, этот уже 20-22. То есть он стал крупнее, цвет поменял. То есть это вот то, что у нас наша наука отрицает в существовании вегетативной гибридизации. То есть а вот такой абрикос превратился вот в такой, под воздействием привоя. По словам Кандаурова, нынешнее российское садоводство сильно отстает от мирового. Хотя в том же Китае, заполнившем мировой рынок своими фруктами, используют наработки еще советского ученого Мичурина. Что касается северного садоводства, то его секрет в методе посадки деревьев. У нас на севере надо избавляться от воды. В первую очередь. И не давать этой воде скапливаться. Поэтому посадка на холм. Это первое. Второе. После посадки никаких зеленых операций с деревом делать нельзя. Вплотную заняться садоводством Кандаурова заставил кризис 2015 года. Тогда ему пришлось закрыть бизнес. Появилось много свободного времени. А сидеть без дела Александр не привык. Моя семья сама считала, что это невозможно. Надо мной, что папе делать нечего. Вот он решил тут занять свое свободное время. А сейчас с квадратными глазами. Когда попробовали шелковицу первую, я им дал, потому что они у меня северяне. И они в принципе эту шелковицу не видели. Когда они попробовали, то жаль, что я не заснял их глаза. Сейчас у Кандаурова порядка 70 деревьев, только персиков и абрикосов. За свою карьеру садовода он перепробовал более 40 сортов этих фруктов. На сегодня испытание проходит 21 сорт. Александр охотно делится своим опытом. Я начал публиковать сведения в Одноклассниках, ВКонтакте уже пару лет. Разговариваю с друзьями, знакомыми, привожу, показываю. Потихоньку все это рассасывается, распространяется. И есть уже последователи. Промышленное садоводство в нашем регионе невозможно без крупных финансовых затрат и господдержки. А вот садоводы-любители, считает Александр, вполне в состоянии обеспечить регион свежими фруктами, если массово начнут применять методы, которые используют Кандауров и его единомышленники. Сергей Коробков, Руслан Хананов, Владимир Дадыко, телекомпания «Югра». Продолжение следует... Продолжение следует...